Всем привет. Я решил добить ивент до конца и получить собственно ракетную установку на вертолет, которая там предлагается. То есть если мы завершаем ивент, то по идее главная награда это схема, чертеж ракетной установки и мы получим собственно какую-то ракетную установку. Поэтому нужно быстренько-быстренько добрать то количество, необходимое количество очков для того, чтобы завершить этот ивент. Что нужно вообще на самом деле для того, чтобы пройти ивент? Потому что там нужно огромное количество вообще запаса топлива для того, чтобы завершить этот ивент. Потому что если вы не платите никаких денег реальных за билетики, не открываете различного рода билетики, дающие вам дополнительные бонусные очки, то вы получаете в начале 50 очков, по-моему, 60 очков, 80, 100 и 120 очков. Это максимальная награда за каждый полет. Соответственно, нужно набрать, чтобы получить награду за контест, нужно набрать 10 тысяч очков. То есть представляете, сколько вам нужно летать для того, чтобы собрать 10 тысяч очков. По самым простым прикидкам, это примерно 80 полетов. Ну, плюс-минус, может быть, чуть больше, потому что в начале вы получаете меньше очков. Соответственно, если вы проигрываете, то ваши очки сбрасываются. То есть вот мы сейчас увидим, что я получаю награду 120 очков. То есть Max Revert 120, максимальная награда, и бонус 140%, если вы платите. За каждый выигранный раунд я получаю 120 очков. Это примерно 85 полетов мне надо сделать за контест, за время прохождения контеста, вы не сможете набрать такое количество топлива бесплатно. Вам его просто негде будет взять, и вам придется его покупать. Поэтому, что нужно сделать для того, чтобы бесплатно завершить контест? Для этого нужно просто-напросто на ежедневной основе просматривать рекламочку и получать по 4 бочки топлива каждый день. Они копятся, пока разработчики не порезали данную функцию и разрешаются это делать. То есть вы копите топлива, и когда начинается контест, у вас есть определенное количество уже топлива. Желательно с небольшим запасом, потому что если вы проиграете какой-то бой, то у вас очки сбросятся, и вам нужно будет заново пройти где-то 3-4-5 боев, чтобы набрать максимальное количество наград, 120 очков за рейд. Чтобы не проигрывать рейды, выбирайте максимально легкие базы. Это сэкономит вам время прохождения этого контеста. И времени вы потратите очень много, если с учетом того, что где-то по 2-3 минуты на 80 полетов, это не очень приятно. Вы потратите огромное количество времени, соответственно, чем меньше и слабее базы вы выбираете, тем меньше времени вы потратите на прохождение вообще этого ивента, ну и на эту игру в целом. Соответственно, вы побыстрее заработаете определенное количество очков, достаточное количество очков для открытия награды. В общем, таким образом все контесты и проходятся. То есть все дополнительные как бы топливо или какие-либо предметы, которые необходимы для прохождения для игры в контесте, они все копятся между контестами, насколько это возможно, для того, чтобы потом закрыть контест побыстрее. Ну, либо, собственно, люди, кто-то, может быть, используют какие-нибудь коды, либо тратят реальные деньги. Ну что ж, осталось совсем чуть-чуть разнести эту базу, и у меня будет главная награда. Надеюсь, у меня сейчас все получится. У меня... Я играю на телефоне, у меня остался практически 1% зарядки, и я надеюсь, мне этого хватит для того, чтобы получить награду, а то будет очень-очень обидно, потому что это последний и завершающий бой, после которого я уже получу главную награду. Та-дам! База завершена. Разбита. Получаем награду. И у нас остается Майл Стоунс. Две последних награды. Та-дам! Получаем Эпик Хеликоптер Машинган. Кронос Олимпия. Все, я получил данное орудие. Это круто. И заодно прохожу, собственно, ивент строителя, чтобы построить как можно больше зданий. На этом, пожалуй, всем спасибо за просмотр, и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok